75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Серьезная юбилейная дата, повод для большого разговора и ни одного. Константин Сергеевич, какие проекты в связи с юбилейной датой готовит коллектив музея военной славы в Гомеле? Во-первых, подготовку мы начали уже с прошлого года, поскольку был соответствующий указ президента о праздновании 75-летия освобождения Беларуси, 75-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне. Поэтому первое, что мы сделали, мы сделали передвижную выставку, то есть временную экспозицию, которая называется «Битва за Беларусь». 22 ноября прошлого года она стартовала на международной конференции, которая у нас проводилась в Гомеле совместно с Институтом Истории Академии Наук нашей, Национальной Академии Наук. И, собственно говоря, мы начали бывать в различных регионах нашей области. Это передвижная экспозиция, да? Мобильный музей. Да, мобильный музей. Так и называется «Битва за Беларусь». Значит, мы в прошлом году успели еще несколько десятков школ, так сказать, объездить в различных регионах нашей Гомельской области, поскольку мы областной музей. Вот в текущем году тоже уже побывали в 35 образовательных учреждениях. Охват учащихся более 6 тысяч составил, так сказать, присутствовали на наших мероприятиях. Мы открыли в президентской библиотеке тоже выставку с аналогичным названием, но немножко переформатированное на стендах, значит, фотодокументальное об освобождении нашей Гомельщины, в частности, и Белоруссии, то есть самого города, нашего областного центра. Это и огромное количество встреч поколений. Конечно. И более мелких мероприятий не только в Гомеле, но и по всей области, и даже республике. Вообще областной музей военной славы в Гомеле уникальный в своем роде, ни в одном из других областных центров такого нет. Как чувствуете, не угасает ли запрос на правду о Великой Победе? Безусловно, нет. Дело в том, что поскольку открываются какие-то новые документы, народ сверяет, насколько это достоверно, потому что люди часто приходят, молодежь готовится в образовательных учреждениях, тоже система Министерства образования в этом направлении тоже проводит большую работу, но нужны консультации специалистов. Это посетители с профессиональным интересом, но огромное число родителей и деток изо дня в день приходит, не меньше число посетителей стало за эти 15 лет. Нет, тем более, если дети как-то, ну, я, пришла бабушка с внуком, ну, я смотрю, он такой маленький еще, годика 3-4, наверное, ну, я говорю, вот, интересно, надо буклетик подарить. Да, мы, говорит, у вас уже каждое утро, значит, мы просыпаемся и идем к вам, потом мы уже идем завтракать. В пору абонементов купать. Да, поэтому, ну, конечно же, музей наш привлекает не только обилие внутренней экспозиции, это, безусловно, и площадка с военной техникой, потому что, как бы, сегодня интернет позволяет найти какую-то интересную информацию, картинки и так далее, но увидеть и притронуться, так сказать, живой историей в виде, там, танка или самолета. И это не бутафория, не муляжи. Да, это, конечно, это подлинные предметы, тем более, что есть интересные экземпляры, которые связаны не только с Великой Отечественной войной, там, допустим, но и с локальными конфликтами. Вы действительно много работаете с молодежью, но ведь у нового поколения и запросы другие на подачу информации и восприятие свое зачастую. Каким видите музей будущего и что делаете для того, чтобы правда о Великой Победе жила как можно дольше? Ну, молодежь действительно, она всегда очень высокотребовательна, она еще не испорчена жизнью, и они очень такие максималисты. Они любят правду, поэтому, если любая фальшь, она сразу же будет заметна. Потому что, вот, поэтому, чем больше правды. И, конечно, молодежь любит интерактив. То есть, вот мы, допустим, 9 мая, вот уже в прошлом году мы пару лет стали практиковать, допустим, ту же Су-25, которую я упомянула, открывать, чтобы человек почувствовал себя в реальной обстановке. Есть мысли и о протанке, но пока мы еще опасаемся за безопасность, в общем-то, наших посетителей. Но люди хотят докопаться до истины, посмотреть, что внутри. Внешне они с удовольствием... Вы эту возможность предоставляете? Мы думаем об этом, мы вот хотели бы вертолет, танк, ну, то есть, больше интерактивы, конечно же. Таким должен быть музей будущего, интерактивным. Конечно, больше интерактивный, когда, как бы, даже вплоть до того, что есть такие моменты, когда у других музеев, там, скажем, танк в разрезе, когда человек может зайти, как бы, посидеть совершенно спокойно. Вот, в принципе, это тоже, как бы, как форма, ну, много современных технологий используется. Но все равно доминантой должен быть реальный предмет. То есть, вот он натуральный, потому что для чего человек в музей придет? Если он виртуально, он может сидеть, виртуальную экскурсию осуществить, и дома сидя, чашкой кофе там, или чая, вот. А все-таки прийти и увидеть реальный предмет в реальной, как бы, обстановке, это, конечно же, в музее. Спасибо за то, что эта возможность у жителей Гомеля есть. Успехов в делах! Спасибо!